Всем привет! С вами Наталья и сегодня вместе с Марией Митрофановой мы побываем в университете в Кантербере, который находится в городе Красчерч на Южном острове. Кроме того, нам удалось взять интервью у нашей студентки, которая на данный момент работает в Местном музее искусств. University of Кантербере это один из крупнейших университетов страны, где обучается более 11 тысяч студентов ежегодно. Из них более 2000 иностранных студентов. Университет занимает третье место по рейтингу в Новой Зеландии и входит в топ-250 лучших вузов мира. При этом в топ-100 в мире входят факультеты образования и инженерии, хотя университет предлагает огромное множество разнообразных программ и по другим направлениям. Университет также аккредитован международными и национальными организациями. Как один из ведущих вузов страны, University of Кантербере предлагает прекрасные условия для своих студентов. Красивейший кампус, оборудованный по последнему слову техники, огромная библиотека, компьютерные классы, кафе и прочие удобства, необходимые для приятной учебы и время препровождения. Красивый и уютный, а также постоянно развивающийся город Крайсчердж очень зависит от выпускников этого университета, так как многие из них трудоустраиваются именно на благо города. Привет! Мы с вами находимся в Центре современного искусства. Мы здесь встретились с нашей студенткой Атор. Она проходит практику в этой галерее. Она нам немного расскажет сегодня о своей учебе, ну и, собственно, о работе, об этой практике. Атор, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, о галерее. Ну, собственно, ты здесь работаешь. Как ты сюда попала? На какой программе учишься? Привет! Значит, я прохожу здесь практику, это internship. Это часть моей учебы. Значит, она будет длиться несколько месяцев, всего 150 часов. Я учусь в университете, у меня один год, пост-градуэт education. И у меня есть четыре курса. Один — это история искусства, другой — вот это практика по специальности, третий — это special project и четвертый — это research paper. Так что это часть моей практики. А в России у тебя работа была связана как-то тоже с искусством? Работа, образование? Да, у меня образование по специальности музеология. Я около пяти лет работала в разных музеях в Питере и в Москве. Ну и решила сделать апгрейд своей специальности. Я очень хочу стать куратором современного искусства, поэтому я приехала сюда учиться по специальности именно art curatorship. И здесь, в университете Кентербурга, чуть ли не единственный курс в Новой Зеландии, который так называется. Ну, раз ты училась в России, то, наверное, сможешь рассказать как раз об отличиях учебы здесь, в России. Какие особенности есть? Ну, во-первых, что сразу бросается в глаза — это обилие домашней работы. Здесь как бы делается упор на самообразование. Как бы очень много материала дается на самостоятельное изучение. Это тексты, всякие аудиолекции, различные другие материалы. Нам говорят именно ходить на выставки. То есть я сама по себе хожу на выставки в рамках своей работы. Ну, а люди, которые учатся, для них это новое, и им говорят это делать. В общем, но в России у нас было совсем не так. В России нам в основном читали лекции, и параллельно с этим мы писали курсовые. То есть очень много теории. Да. А здесь именно лекции проходят как дискуссии. То есть ты приходишь в класс, и ты начинаешь обсуждать, что ты сделал вот за эту неделю на основе материала, который тебе дали. А по работе ты сейчас чем занимаешься? В чем твои обязанности заключаются? Здесь, ну, когда вообще ты работаешь в музее или в галерее, ты делаешь здесь все. Если зайти на сайт этой галереи и посмотреть, что там написано под моей фамилией, там написано coordination intern, marketing intern, curatorial intern. В общем, все виды работ, которые только возможны. И в плане обязанностей, ну, большей частью сейчас мы готовим предстоящую выставку. Вот здесь она будет в этой же галерее проходить. Также я делаю очень много дизайна, потому что это как бы моя вторая, можно сказать, специальность. Я так как дизайнер-самовучка. А в городе насколько чувствуется творческая атмосфера? Потому что края с черт сейчас восстанавливается после землетрясения. Здесь много чего происходит, много что строится, восстанавливается, возрождается. Вот как это отражается тоже нам? Насколько? Вообще, когда я сюда приехала, я не ожидала, что город, который не является столицей, будет иметь настолько много вообще современного искусства внутри. То есть, в принципе, в городе искусство можно встретить везде, на улицах. И стрит-арт, и вот так называемый паблик-арт. Вообще, я считаю, что любой арт-паблик, но это отдельная история. В общем, очень-очень много искусства во всех вообще сферах деятельности. Дизайн классный, зданий, улицы интересно распланированные. И есть очень много городских объектов, которые включают в себя искусство. То есть, вот в плане арта Красчерч именно сознательно с этой целью развивался. То есть, организовывались фестивали стрит-арта, были очень большие проекты и компании по возрождению города. Он до сих пор восстанавливается после землетрясения. То есть, и тут много интересного как раз того, что связано с искусством. Да, да, и именно в Красчерче. То есть, это поразительно, что город является на концентрации этого искусства. Потому что это самое правильное место, если изучать свой элемент искусства, то нужно сюда приезжать. А ты где живёшь? Далеко от университета сложно здесь было вообще найти жильё? Жильё, да. Потому что вообще вот в Окленде сейчас есть с этим проблемы. Жильё становится всё более дорогим. А как с этим Красчерч? Живу я около университета, да. И мне очень повезло, на самом деле, с жильём. Потому что я нашла, во-первых, дом, который современный. Потому что многие дома, они содержат там два крана. Один кран для горячей воды, другой для холодной. Мне повезло, у меня нормальные краны. И у меня из окна вид на парк, на такой небольшой природный заповедник. И стоит это всё 139 долларов в неделю. А вообще средняя цена – это 200 долларов в неделю. Так что мне, в принципе, повезло. Но когда я искала жильё, были совершенно разные варианты. Были и те, которые мне совершенно не подходили и по расположению, и по внутренней начинке, и так далее. Но здесь нормально. Какие-то новые хобби у тебя появились здесь, в Новой Зеландии, и вообще в Красчерч? В связи с тем, что здесь достаточно сильный образ жизни отличается у людей от того, что в России? Ну, пока ещё рано говорить, потому что я здесь живу всего порядка трёх месяцев. Но я знаю, что очень многие люди здесь интересуются регби. И вот недавно я была на игре регби. Не на профессиональной, а как бы люди просто собираются в парке и играют. Любительское? Да-да-да, любительское регби. И там они делятся на регби и регби-лиг. В общем, это было регби-лиг. Там разные правила у них просто. Значит, ты уже думаешь поучаствовать? Ну да, как бы мне это стало интересно. Женщины, в общем, они в регби не играют, но, по крайней мере, я не видела. И я слышала, что, как бы, эти девочки играют в регби только до 12 лет, а дальше вроде как нет женских команд. Но я не верна, насколько это правда. Ну, надо на любительском уровне всё равно. Ну да, нет, ну вот смотреть интересно. Это правда. Что ты могла бы пожелать студентам, которые думают о том, поехать ли в Новую Зеландию, поехать ли в Красчерч? Какие вообще твои советы были бы? Я желаю поехать. Это первое. В Красчерч или не в Красчерч, это, в общем, выбор каждого. И Красчерч, он очень благоприятный город для обучения, для жизни. В принципе, здесь очень высокий уровень жизни, здесь люди дружелюбные. И он более спокойный, нежели Охланд. И уж тем более Москва с Питером. То есть, да, очень-очень приятная такая среда, дружелюбная, благоприятная. Здесь люди помогают друг другу. И в плане обучения будет тяжело, потому что всё на английском, и потому что очень много текстов на английском. Особенно если ты знаешь как бы на не очень высоком уровне язык. То есть здесь академические слова, много всяких штук. Но несмотря на это, если есть желание и именно любовь к своему делу, то да, конечно, да. Всё равно стоит пробовать. Да, стоит пробовать. Менять свою жизнь. Обязательно. Спасибо тебе большое за интервью. С нами была Атер, студентка Университета Кентербурга. По всем вопросам обучения в Университете в Кентербурге обращайтесь в Kiwi Education. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!